Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диаволских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, Ефесянам, 6, 10, 12. Мы должны вести духовную войну против царства тьмы. Сатана со своими слугами, падшими ангелами и бесовскими духами, здесь для того, чтобы украсть, убить и погубить. Сами мы не в силах справиться с сатаной. Но выступая в битве против князя тьмы, сатаны, мы знаем, что за нами стоит наш царь Иисус, Дух Святой укрепляет нас, и ангелы Царствия Божия поддерживают нас. В 1958 году я отправился в пригород Сеула начинать новую церковь. Как только я возвел палатку для проведения богослужений, царство тьмы начало восставать против меня. «Вы не можете основать здесь церковь», – сказал мне священник языческого храма. «Мы здесь находимся уже много лет. Эта местность – наша территория. Если вы построите здесь церковь, мы снесем ее. Мы будем доставлять вам кучу неприятностей, и это даже может стоить вам жизни». Но меня это не испугало, поскольку я усиленно молился все это время. Мы продолжали спорить друг с другом, словно два неугомонных ребенка. В конце концов священник сказал, «Давайте устроим вам испытание. Вы проповедуете, что ваш Бог есть живой Бог, и Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот наши условия, в поселке живет одна женщина, которая парализована на протяжении многих лет. Она родила дочь, и теперь обе находятся при смерти. Если вы пойдете туда и воскресите их к жизни, полностью исцелив в течение одного месяца, мы позволим вам открыть здесь церковь. Иначе вам придется уехать. Вы готовы принять наши условия». Он ухмыльнулся, полагая, что поймал меня в западню. Пути к отступлению у меня не было. И я сказал, «Хорошо, я принимаю ваши условия. Но когда женщина во имя Иисуса Христа получит исцеление, вы должны будете покинуть эту местность. Будучи уверены в том, что у меня никогда не получится помочь этой женщине, священник и его люди согласились на мое встречное условие. И с этого момента мы вступили в настоящую духовную брань с силами сатаны. Физическими глазами мы видели священника и поклонников языческого храма, но за ними стояло царство тьмы. Что касается меня, я не был там один. За мною стояло царство Бога и Божьего Сына. Весь тот месяц, почти 24 часа в сутки, я пребывал в молитве. Я даже не уходил домой и ночевал в церкви, проводя там дни и ночи, вооружившись одним одеялом. Я посетил ту женщину и ее дочь. Это было самое жалкое зрелище, которое мне когда-либо приходилось видеть. Женщина никогда не убирала в доме, и повсюду стояла ужасная вонь. Члены нашей церкви стали убирать у нее в доме. Они готовили вкусную пищу, а я делился с ней Евангелием Иисуса Христа. Но она была непреклонна. Нет, я не хочу принимать Иисуса Христа. Я скорее умру в таком состоянии, чем сделаю это. Когда я уходил от нее, к ней приходил священник из языческого храма. Не принимай этих христиан, говорил он ей. Не принимай Христа. Как только ты примешь его, твой Бог уничтожит тебя и твою дочь. Мы на самом деле встали за нее в пролом. Я приходил к ней по утрам, а священник посещал ее после полудня. Я молился и проповедовал ей об Иисусе Христе, пытаясь посеять в нее семью веры. Затем приходил дьявол и уносил все те семена, которые я сеял. Прошла неделя, две недели, три. На 29-й день все оставалось по-прежнему. Я уже был близок к разочарованию. Языческий священник и его последователи победоносно ликовали. Они улыбались, готовясь прийти и забрать у нас нашу церковь-палатку. Несмотря на то, что наша вера была непоколебима, наша маленькая группа христиан пребывала в недоумении, что же делать дальше. Ранним утром на 30-й день я молился, испытывая духовное борение. Отец, если ты не совершишь чуда, тогда дети Божи будут опозорены в глазах всех этих людей. Поэтому ты должен прийти и вмешаться в эту ситуацию. Я пришел в состояние иступления, будто погрузившись в сон. Я увидел, как дверь моей комнаты открылась и ко мне заползла огромная змея, и начала, жутко извиваясь, танцевать, словно под звуки восточной музыки. У нее была голова невероятно красивой женщины, а тело змеиное. Женщина завораживающе улыбнулась мне и проговорила. Давай будем жить вместе, не будем воевать. Я помогу тебе здесь хорошо устроиться, мы ведь можем пойти на компромисс, и очень счастливо заживем вместе. Но я ответил ей, ты змея с человеческой головой, я никогда не соглашусь жить вместе с тобой. Внезапно ее красивое лицо превратилось в ужасную дьявольскую морду. Змея накинулась на меня. Я ухватил ее за горло, но она яростно тянулась ко мне. Меня всего словно парализовало так, что я не мог говорить. Змея уже была готова поглотить меня, как вдруг в своем сердце я закричал, Господи, спаси меня. Иисус! Я заметил, что при упоминании имени Иисуса Христа в глазах змей вспыхнул страх. Имя Иисуса укрепило меня, и я проговорил. Иисус! Хватка змей ослабла, и она упала на пол. Я занес над ней ногу и раздавил ее. Затем я скрутил ее и вынес из дома. На улице собрались люди со всего поселка. Вы поклонялись этой змее поколение за поколением, сказал я, бросая змею на землю. Отныне эта змея поражена. И теперь вы должны уверовать в Иисуса Христа, Сына Божия. Когда очнулся, было около 4 часов 30 минут утра. Я торопливо оделся и поспешил на нашу утреннюю молитву. Несколько десятков людей собрались на молитву. Как только мы совершили молитву, одна женщина из нашей церкви начала паниковать, крича. Пастор, посмотрите! Нам конец! Они идут сюда, чтобы снести нашу церковь. Я выбежал наружу и увидел толпу людей, которая следовала за хрупкой женщиной, несущей ребенка на руках. Когда они подошли ближе, я не мог поверить своим глазам. Эта женщина была как две капли воды, похожа на ту, которая умирала, будучи парализованной. Наверное, это ее сестра-близнец, подумал я. Я и есть та женщина, сказала она. В два часа ночи вы пришли к нам во двор и закричали, встань во имя Иисуса Христа. Я встала и поняла, что полностью исцелена. Затем я подхватила свою дочь и подняла ее высоко над головой. Она тоже была исцелена. Я начала плакать и кричать. Сила от Господа снизошла на меня. Меня трясло, и я ощутила тепло, проистекающее по всему телу. И тут я начала говорить на незнакомом языке. Я бросилась к двери, но вас уже не было. Я знал, что не приходил к ней этой ночью, но понял, что к ней явился Божий ангел. Это была не только моя битва с дьяволом, но битва в союзе с Иисусом Христом, Духом Святым и ангелами Божиими. Мы воевали против царства тьмы и победили. Женщина ходила от дома к дому и рассказывала, что Иисус сделал для нее. Весь поселок вышел на улицу и последовал за ней. Они отправились к языческому храму на холме. Священники уже убежали оттуда прежде. Люди спалили храм и отдали землю нам. Спустя какое-то время мы построили церковь на пять тысяч мест. Все жители того поселка обратились ко Христу и стали членами нашей церкви. Ах, что за пробуждение мы пережили там. Это была духовная война. И если бы я принял условия противника, если бы я не молился неистого, целый месяц, я проиграл бы битву с силами сатаны. Когда вы воюете с дьяволом, вы должны проявлять настойчивость. В духовной войне вам необходимо быть настойчивыми в молитве и посте, уделяя этому многие часы. Семь вражеских племен в земле обетованной были потенциально пораженным народом, Израилю нужно было просто прийти и прогнать их. Сатана – это потенциально пораженный враг, но он все еще не изгнан из вашей страны, города или рабочего места. Все зависит от вас. Бог подарил вам жизнь вечную, и вы являетесь гражданами небесного царства. Вы не одиноки, вы теперь члены объединенного тела Христова, Царство Божие внутри вас. Иисус с вами, Дух Святой с вами. Вы охраняемы вооруженными силами ангелов Божьих. Бог наделил вас силой и властью изгонять сатану и его бесов, но вам решать, изгоните вы их или нет. Вы должны изгонять дьявола и бесовских духу в злоба под небесных посредством молитв, принося вашу ситуацию в свет Царства Божьего. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok